Всем огромный привет! С вами Оксана и сегодня у нас распаковка с интернет-магазина Мой Бобин. Данный интернет-магазин отправляет пряжу в любую точку мира. Ну и у них, конечно же, там не только пряжа, но и вышивка, канва и все-все для рукоделия. Так что вы можете для себя много что найти. И пряжа у них продается упаковками. Цена стоит за упаковку. Многие всегда мне пишут, что у них за цены. Это если вы в корзину положите, например, один артикул, то будет написана одна штука. Это не одна штука пряжи, а одна упаковка. В упаковке разное количество пряжи, например, 5 мотков, либо 10 мотков. Там в описании можно посмотреть, сколько мотков пряжи в упаковке. Вот у меня сейчас пряжа вся по 5 штук в упаковке. И цена стоит за упаковку. Ну и давайте приступим к пряже. Как вы видите, здесь у меня раз, два, три, четыре, пять видов пряжи. И, конечно же, я вязала образцы. Вы, наверное, всегда знаете, что я вяжу образцы. Пряжа для меня практически вся новая, кроме одной. С одной я точно вязала. Есть даже готовое изделие, которое я относила в сезон. И, наверное, давайте приступим, вот как они лежат. Вот это с первой пряжи. Вот с этого образца. Образцы у меня уже постираны. Я их измерила до стирки и после стирки. И давайте рассмотрим. Вот он первый образец. Это моя вот такая вот пряжа. Она такая суховатая. Так, вот. Немножечко колючая. И это у меня пряжа. Вот это вот подмосковная Голд Троицкая. Я решила попробовать российского производителя. И три производителя российских и два турецких. И это подмосковная 50% шерсть и 50% акрил. 100 грамм, 250 метров. Ну и здесь остальные, правда, отсвечивает. Параметры цвет. Это гиацинт. Так, вот так. Светлый гиацинт. Пряжа такая, немножечко с таким, как бы, дымком или как там вот. Она синяя, но немножечко такая припудренная, можно сказать. И смотрите, для чего я брала эту пряжу. Я хотела ее соединить вот с такой пряжей. Но здесь почему-то цвет отличается. Ладно. Я передумала ее соединять. И ее я брала на свитер. Самый обычный свитер. Регланом сверху. Пряжа не сильно колючая, но есть небольшая колкость. Как вы видите, петли ложатся очень ровно, красиво смотрится в образце. Вязала я спицами номер 3 и 4, по-моему. Сейчас посмотрю. Подмосковный огол. Нет, это только спицами 4. И ширина до стирки 13,5. Давайте я посмотрю, тянется она или нет после стирки. Нет, она в ширину не растянулась. И 10 до сантиметров высоту нет. Она вообще не меняется во время стирки. Поэтому можно смело с нее вязать. И, наверное, все-таки я буду свитерочек вязать. Можно кардиганы, свитера. Если вы вязали с такой пряжей, то напишите. Состав я вам сказала, да? 50% шерсть, 50% акрил. Ну, как всех российских производителей, в принципе, у них пряжа покалывает по-любому. Ну, надеюсь, она будет теплая. Для меня главное еще, чтобы теплая была. Так. В общем, первую пряжу вот такую я вам показала. Следующая пряжа, как я вам уже говорила, вот она. Это вот эта вот пряжа. Пушинка. Вот она она. Очень красивая пряжа. С нее я хотела вязать. Хочу вязать джемпер в одну ниточку. Кстати, это образец связан в одну нитку. Это пряжа Пушинка тоже от Троицка. Троицкая фабрика Пушинка. И давайте посмотрим. 100 грамм 430 метров. 65% махер, 35% акрил. И вот они все их параметры. Это тоже цвет гиацинт. Светлый гиацинт. Вот они все лоты, арт. Видите, такая вот пушистая пряжа. И я с нее уже вязала, только вязала в две нити. И у меня есть мастер-класс. Сейчас покажу. Это вот эта вот шапка. Она связана именно из вот этой пушинки в две ниточки. Я ее вязала. Правда, еще перчатки не довязала, потому что мне не хватило. И вот такой снуд. Это я вязала в две нити. Как вы видите, пряжа не скаталась. Я один сезон ее относила. И шапку, и снуд я активно носила. И сейчас уже тоже несколько раз одевала. Все прекрасно. Видите, нити ничего не скаталось. Немножко тоже колется, кстати, данная пряжа. Она тоже не растягивается. Спицы. И спицы по комплекту все вы увидите в мастер-классе. Если захотите, пройдете. Я вам ссылочку внизу в инфобоксе оставлю. И так. В одну ниточку спицы 4 мм. И вот давайте тоже померяем до стирки и после стирки. Ширина 16 мм была. А, видите, она подсела, получается, значит, в ширину. Ну, почему нет? Не подсела. Тоже вот как 16 мм была. Она так и есть 16 мм. Высота 13,5 мм. Ну, высота, наверное, 13 сантиметров. На полсантиметра она все-таки подсела в высоту. Даже 12,5 мм. Там 13 на 1 сантиметр. Поэтому надо будет это учитывать, что пряжа немножечко... Высоту почему-то подскочила. Пряжа мне понравилась. Здесь вот такие вот ажуры, узоры. Немного колется. Ну, не скажу, что прям сильно так. Так, а состав, я вам сказала, да? Такой вот красивый джемперочек. Я хочу с нее вязать. И следующее. Это вот такой вот изумрудный цвет. Так, он немножечко вот то светлее, то темнее. Вот не показывает камера. Какой в реальности цвет. Потому что я снимаю еще при искусственном освещении. У меня нет возможности снимать при дневном свете. У нас его очень мало. И вот такой вот узорчик красивый. Я увидела кардиганчик в инстаграме. К нему была схемка узора. И мне она очень понравилась. И связала. Это пряжа перспективная. От пихорки. Вот такая вот. И 100 грамм 270 метров. 50% мериносовая шерсть. 50% акрил объемный. Пряжа, да, объемная. Я думала, она будет тоньше. Ну нет, она такая прям объемная. В одну нитку приятно вязать. Я ее вязала резинку спицами номер 3. А основное полотно спицами номер 4. И цвет это у меня изумруд. Вот такая вот пряжа. Отличный будет кардиганчик. Но я вот выбирала. Между перспективной и между подмосковной. Вот между этими двумя, которые менее колется. И с той хотела вязать свитер. И мне кажется, вот эта изумрудная, она меньше колется. И может быть я с нее свитер свяжу. А кардиган с подмосковной свяжу. Будет просто отлично. И подмосковная давайте тоже померяем. Я ее измерила до стирки. И давайте сейчас ширина 13,5. Подождите, это перспективная 21,5. И так, 21,5. Ну если вот так выровнять здесь все. Ну да, так и есть. 21,5 и 15. И 15. Усадку не растягивается ничего. Пряжа не дает. Можно смело вязать. Так и получится. Наверное, вот как раз с перспективной я свяжу себе свитер. А с подмосковной уже кардиган. Потому что мне кажется, перспективная, менее колючая. Ну там же типа мериносовая шерсть. Хотя не знаю, есть ли она там. И смотрите, так, спицы 3-4 миллиметра. Узор очень легкий. Можно даже свитер можно такой связать. Но слишком дырявый для свитера. Буду регланом сверху вязать. Свитерочек не хочу в дырочку. И давайте посмотрим следующее. Это у меня с пайетками пряжи. Я очень давно уже хотела эту пряжу попробовать. Вы, наверное, отгадали, что это за пряжа. Это Alize Angora Gold Star. С пайетками. Очень такой красивый цвет. И 100 грамм 410 метров у нее. Так, цвет 399. Где у нее состав? Вот здесь у нее состав. 67% акрил, 17% шерсть, 11% полиэстер и 5% пайетки. Спицы 4-5. Я вязала 3-4. Резинку на троечке. Основное полотно на четверочке. Я тоже хотела вязать джемпер с данной пряжей. Но вот мне не нравится, что он будет прозрачный. Вот если вот так делать. Ну, в принципе, не сильно. Он и прозрачный получается. Ну, такое рыхлое полотно такое получается. Не знаю. Мне не очень нравится, что получается. Ну, и давайте померяем. Ну, она, по-моему, не изменяется. Отзывы о ней хорошие. Ширина 14. Ну, да, тут, в принципе, 14. И высота 13,5. Ну, вроде бы так и есть. Ничего не изменилось. Я хотела с нее джемпер вязать. Но потом, не знаю, думаю. И смотрите. Еще вот такой вариант. Я соединила Ангору Стар с Лана Голд. Ой, не Лана Голд, а хлопок Голд. Катон Голд. Вот пряжей. В две ниточки. Видите, это Стар и Катон Голд. Отличное, кстати, соединение. Может быть, я куплю Катон Голд. Соединю и свяжу вот такой вот розовый свитер. Потому что я не люблю дрявые вещи. Тем более, это есть и зимний вариант. Конечно, здесь я просто связала зигзаги такие. Хотела джемпер с зигзагами. Но потом что-то отложила я. Потому что мне заказали шапочку и кардиган. И немножечко на второй план ушел этот джемпер с зигзагами. Хотя было бы очень классно. Может быть, даже и свяжу. И последняя пряжа. Это у меня один моточек был Ангора Голд Симли. У них была распродажа. У них частенько можно посмотреть. Там по одному моточку продается. Там прямо написано, что один моток. Симли я купила. Ну, вернее, выбрала. Она идет вот с таким вот люрексом. Вот. Засвечит, конечно. Ну, я с такой пряжи не издала. 100 грамм 500 метров. 75% акрила. 20% шерсти. И 5% металлик. Я образец даже с нее и не вязала, и не пробовала. Ну, не знаю, в какую-нибудь шапочку что-нибудь свяжу с нее. И смотрите, еще мне приход... Я выбрала вот такие вот бирочки. Я их даже не распечатала. Сейчас вместе с вами распечатаем. Они силиконовые, по-моему. Сколько здесь штук? Раз, два, четыре штучки. Вот такие вот силиконовые бирочки. Это если их... Так, здесь, наверное, они откручиваются. Да, они откручиваются вот таким вот образом. И прикрепляются. Так. Берем вот так. И прикручиваем. Надеюсь, я правильно прикручиваю. Ну, с другой стороны не будет же такая пипочка торчать. С той стороны. Ну, как-то так, видите? Вот. Немножечко дальше, может, надо было... Вот такие вот штучки. Тоже силиконовые четыре штучки взяла. На пробу посмотреть, как они будут смотреться. Немножечко дальше надо было мне сделать. Ну, ладно, пусть пока так будет. И вот для красоты, думаю, возьму четыре штуки. Они шли такой упаковочки. Творческих успехов. И четыре штучки вот такие шли. А вот одна, видите, уже закрепленная была. Вот так показала для примера. Ну, и все. Это вся моя посылочка. Внизу под видео есть промокод в инфобоксе на скидку. Поэтому проходите, смотрите, выбирайте себе пряжу. И всем пока-пока. До новых встреч.